Возвращаясь к главной теме, президент США Джозеф Байден направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Независимости Азербайджана. Развитие дипломатических отношений между Азербайджаном и США мы обсудим с гостем в нашей студии, политическим обозревателем Тимур Матаевым. Здравствуйте, Тимур Мялим. Здравствуйте. Тимур Мялим, в этом году отмечается 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Соединенными Штатами. Как можно оценить общий и проделанный путь? Однозначно положительно. Путь был непростой, потому что еще в тот период, когда закладывались эти отношения, фактически Азербайджан находился в тяжелейшей ситуации. И с приходом Гейдара Алиева к власти был заложен тот фундамент, который, можно сказать, привел к тем событиям для Азербайджана, уникальным своего рода, которые мы увидели сейчас. Потому что продолжение этой линии, продолжение того направления, которое заложил Гейдар Алиев, они были продолжены и развиты Ильхамом Алиевым. Конечно, здесь мы должны вспомнить и нефтяной контракт. Конечно, мы должны здесь вспомнить и визит 1997 года Гейдара Алиева в Вашингтон, где он выступал и проводил, я вам так бы сказал, это гроссмейстерская работа просто была, реально. Потому что от каждого слова, от каждого жеста, от каждой фразы зависело восприятие в целом Азербайджана. И как опытный лидер, как человек, который прошел уникальную жизнь, он сумел создать тот фундамент, на котором и зародился нынешний Азербайджан. То есть фактически независимость, она была уже реально достигнута после прихода к власти Гейдара Алиева. И то, что мы увидели сейчас ситуацию с нашей победоносной войной, войной, это, конечно, результат той политики, что была заложена еще в тот период. Поэтому 30 лет, это по мировым масштабам, это шаг, минимальный шаг. А для Азербайджана это оказался, в общем-то, очень долгий путь через тернии, но результат положительный. А как вы думаете, как будут развиваться отношения между Азербайджаном и США в будущем? Я бы ответил так, что вот сегодняшнее поздравление Джосефа Байдена, оно как раз раскрывает те пути, которые могут иметь место в направлении взаимоотношений Соединенных Штатов Америки и Азербайджана. Но элементарный момент. Во-первых, Байден признает те реалии, которые сложились в регионе, потому что он говорит и о мире между Азербайджаном и Арменией, и он говорит о будущем послевоенного состояния. И обратим внимание, что речь идет как о Южном Кавказе, так и о Кранс-Каспийском регионе. А это означает, что Азербайджан оказывается в центре фактически и маршрутных, и логистических, и экономических, я не знаю, как назвать, вот этих конфигураций геополитических, на основе которых фактически европейский континент получает, как выражено даже в этом песне, свою безопасность. То есть энергоресурсы Азербайджана, их невозможно рассматривать просто как природные богатства. Это фактически мир геополитики. И благодаря той политике, что занимал Гейдар Алейф, а сейчас проводит Ильхам Алейф, Азербайджан становится одним из стержневых звенов в мировой политике, и это воздействует на состояние всего происходящего в мире. И в дальнейшем вы думаете, что все будет развиваться положительно? Безусловно. Я еще раз говорю, вот тот факт, что речь идет и о Южном Кавказе, и о Транс-Каспийском регионе, это означает широту Азербайджана. То есть Азербайджан в настоящее время занимает такое положение, не только географическое, а политическое, которое дает возможность смотреть только с оптимизмом на ту ситуацию, которая будет иметь место. Благодарю вас, Теймур Меалли. Спасибо. А я напомню, что со мной в студии был политический обозреватель Теймур Атаев, с которым мы обсудили дипломатические отношения между Азербайджаном и США. Продолжение следует...